Ну тогда примемся за третью главу, по крайней мере начнем ее. Куда я их задевала? Что ты ищешь? Нужна помощь? А, привет, Байс. Ищу пустые кассеты, которые я недавно купила. Ты велел мне прибраться, но теперь я не могу вспомнить, куда я их засунула. Понять мне не менее. Мы в последние пару дней расставляли новые товары по полкам. В любом случае, можешь помочь мне их поискать, если у тебя есть время. Конечно, давай сейчас. После долгих поздоров по всему дому надо дать второе к обеду и обнаружить их под стойкой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну, это не зря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, не так же плохо. Если мы филим, то их хлеб можно будет убить. Субтитры создавал DimaTorzok Ой-ой-ой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Непрошенные гости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Я что, там чак и вижу? Надо же. Хун. Не чак. Он на голову выше, чем вайс. Ничего себе. Знаешь, вы и есть прокси файтон? Да, это я. Очень рад встрече. Взаимно. Это большая часть... Это большая честь для агентства домашнего персонала Виктория. Вы наш партнер и почетный гость. Так что Виктория сделала все возможное. При путешествии по Каверном с нами вы будете в безопасности. Спасибо. Где Эс? Господин Элс сейчас находится с Риной. Мне известно, что Эсу некомфортно в местах с высокой влажностью. Рина уже провела ему глубокий массаж механических тканей, чтобы снять утомление. И вы можете встретиться с ним в районе ползневой площади. Кроме того, после вашей помощи в прошлый раз, Корин с нетерпением ждет встречи с вами. Если вас не затруднит, не могли бы вы поговорить с ней? Я за этим и пришел. Как руководитель агентства домашнего персонала Виктория, я благодарен вам за то, что вы смогли осуществить маленькую мечту нашей сотрудницы. Хотели бы еще что-нибудь узнать? Спасибо. Спасибо. Да, по количеству вопросов. Есть внимание. Есть какие-нибудь методы предосторожности? У нас в очередной гости наша обязанность сделать так, чтобы вы чувствовали себя как и дома. Вам не нужно чувствовать себя стесненным или обузой. Правда? Разумеется. Кажется, он хочет еще что-то сказать. Хм, позвольте один маленький совет. Вы поступите разумно, если откажетесь от любой еды и предоставленной ременью. Распросили кого в работе. Вы желаете знать, чем занимается агентством домашнего персонала Виктории? Собственно говоря, наша работа полностью определяется потребностями нанимателя. Как гласит девиз агентства домашнего персонала Виктория, ваше желание – наша забота. Если в будущем вам что-то понадобится, мы с радостью будем к вашим услугам. Нет вопросов. Если понадобится больше, икон всегда к вашим услугам. Продолжение следует... Господин следователь... Ой, то есть Прокси. Приятно познакомиться. Он, кажется, не первый раз. Приятно познакомиться, очень рада встрече, но вот... Я тоже рад тебя видеть, корень. А, правда? Я тоже очень-очень рада. Ну нет, мне кажется, слишком много себе позволяют. Прошу прощения, господин следователь. То есть Прокси. Извини, что не прошу притворяться. Нет, пожалуйста, не говорите так, господин Прокси. Если подумать, то вы меня не обманывали. Я сама обманулась. Вы никогда не говорили, что вы исследователь. Но можно, пожалуйста, спросить? Мне любопытно, почему такие талантливые люди, как вы, становятся Прокси? У всех свои причины. Вот как. Кажется, вы пережили немало тяга. В общем, я безмерно благодарен вам за то, что вы спасли мне жизнь. Теперь для меня большая честь сотрудничает с вами. Могу я надеяться, что вы поговорите со мной еще немного? Конечно. А о чем бы поговорить? Тебе нравится твоя работа? Нравится? Я никогда бы не вздумывалась. Я дорожил своей работой, надеясь стать постоянно самостоятельной горничкой. Ну и постоянно я все делаю неправильно. В прошлый раз я пошла к Аэрну на задание и заблудилась. В этот раз, когда господин Ликон произносил речь, я постоянно шутшал юбкой. В конечном-то итоге тебе большая польза. Я всегда занимаюсь несложной работой и ничего особенного не делаю. Но если вы так говорите, я внезапно чувствую себя не так уж и плохо. Да. Ну раз уж вы так говорите, наверное, да? Госпожа Арина часто говорит, что к решению проблем нужно подходить инициативно. И все, что горничная всегда должна улыбаться, с кем-нибудь трудностями она не сталкнулась. Ты сама скоро поздражаешь и наберешься опыта. Спасибо, Казабин Прокси. С кем-нибудь, Казабин Прокси, ты больше всего дружишь? Что? Такой вопрос даже звучит жутко. Это все равно, что спросить, какой я буду спасать из воды первым, папу или маму? Или по какому из пути направить вагонетку, чтобы она перехала, привязанная к рельсам? Я не могу решить. Все работники агентства домашнего персонала Виктория очень важные для меня люди. А спрошу так, с кем ты меньше всего дружишь? А это еще страшнейший передающий вопрос. Я точно должна отвечать? Лучше не произнести. Ладно, закрошу на этом. Это кратно, что у меня есть возможность поговорить с вами, господин Прокси. Буду ждать вас в каверне. Ребен, ты типа есть в этом? А что, это так удивительно? Ну, есть немного. Я думал, ты будешь типа такой мрачный мужик. Но когда увидела тебя, мне полегчало. Короче, я Елен. Для меня большая честь служить вам от лица Виктории. То есть, агентство домашнего города что-то там персонала типа того. Забыло последнее. Да, примерно так. Очень приятно. Короче, по всем вопросам иди к начальнику или к Рене. Они разберутся. Чего? Еще какие-то вопросы есть? Хочу еще с тобой поговорить. Хочешь поговорить? Ладно. Но сегодня все решилось так спонтанно, что меня уже подрубают. Ничего, если я сначала поем конфет. А почему ты сказала, что мой бан был странный? А, это? Когда ты представился в башне, я подумал, этот бан был какой-то странный. Кто же знал, что в нигде сиделся человек? Говоришь обо мне, как в каком-то злом духе. Ну и что, круто же звучит. Интересный этот человек. А почему ты работаешь горничной? Тупой вопрос. А чего бы мне не быть горничной? Просто не похоже, чтобы тебе это особенно нравилось. А, нравится или нет, какая разница? Работе это не мешает. Типа, если всегда с радостным видом скатать, то что я буду делать, когда в самый интересный момент у меня за силу закончится? Что ты так смотришь? Энергия постоянно тратится. Это факт. Любишь сладости? Только потому, что они восполняют энергию. Всего одна крошечная конфетка отдает столько сил. Иными словами ты их любишь. Ты что, всю биологию в школе проспал? Даже я знаю, что дело в сахаре. Ну, типа, питательные вещества. Короче, ты в курсе. Ладно, люблю сладости. Какая разница. Хочешь, держи. Не забудь сказать боссу, что я хорошо тебя обслужила. Ну, больше нет боссов. Ага. А если ты здесь, чтобы отремонтировать Эоса? Похоже, вы и есть, господин Проводник? Приятно познакомиться. Меня зовут Александрин и Себастьян. Можете звать меня Дорина. Вайс, Рина называет меня не Эос, а господин Эос. Ага, верно. Ирина никогда не видела такого легендарного банбука, как господин Эос, который мог бы ходить и нейронизироваться с своим хозяином, чтобы ходить в коверные и выходить из них. Вы не просто многое повидали, но и весьма крепкий телом. И положительное восхищение. Ага. Господин Эос, потрясающе. Неужели я раньше так мало ходил Эоса? Не знаю, все благодаря Вайзу. Господин Проводник, вы с сестрой потворили Эосу в такой славный дом после того, как он потерял своего премьера к хозяина. Это очень трогательно. Откуда ты знаешь? А, я, видимо, сболтнул от лишнего. Просто увидев, что господин Эос так к вам привязан, я не сдержался и высказался откровенно. Прошу, не принимайте мои зазовы близко к сердцу. Видимо, делаю Эосу. Ага. Господин Проводник, не волнуйтесь. Господин Эос, у вас ваш вернейший друг. Я предполагаю, что у вас есть и другие секреты. Но раскрывать их господин Эос не отказывается. И после разговора с господином Эосом, я еще больше убедился на том, что Файтон отличный партнер. Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку. Спасибо Эосу. Господин Проводник, желаете что-то еще узнать? Да, есть вопросы. Пожалуйста, прошу. Расскажи о работе. Как вы несомненно заметили, моя работа быть горничной. Это интересная профессия. Она позволяет заглянуть в кулисы чужой красивой жизни. Политик с стальным горешком из юных лет. Или ордер, сделавшийся в санейной сайдах. С кем еще можно поговорить, если не с горничной уменьши и хранить тайны? Нет от ли? Тебе длинное платье в работе не мешает. Благодарю за участвовать. Когда я только учился, я кеду у бабушки, у меня были некоторые сомнения. Но теперь я полностью прикрыл к моему народу. К тому же в длинном платье очень удобно хранить разные вещи. На приеме всегда можно взять с собой десерт, который всегда подсластит жизнь. Кстати, господин Троидник не жалит ли я попробовать пирожные с ванильными и сливками? Спасибо, я не голоден. Если захотите попробовать мои десерты, я всегда к вашему услугу. Но это говорит больше. Мне нужна формальность. Я буду рядом с господином Майосом. Проходите в любое время. Затем я вас прошел техническое обслуживание. Господин Майос в отличном состоянии. Похоже, мы можем отвориться в Близзе Балет, как и было задумано. Надеюсь на вашу помощь в предстоящем путешествии, господин Проводник. В этот момент вас звонит телефон. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да, если готова, мы сразу в холл 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 в холл. Интересная локация. Надо будет ее как-нибудь исследовать. В то же время в районе Януса на вертолетном площадке на крыш здания службы общественной безопасности. Амбийたちったら遅いわね… こんな時に何かあってみなさい… マスコミにあることないこと書かれちゃうんだから… おっと!出てきました! 視聴者の皆様、本県の被告人チャールズ・パールマン氏が 当局の監視の下、ヘリポートに到着しました 重罪に問われている同志ではありますが 驚くべきことに、その表情からは落ち着きが感じられます ふん! 馬鹿タレッドモメ! お前らが本当に驚くことになるのはこれからだ! お願いを聞いてあげるわ! 具体的な指示は登場日、スーツケースに入れておくから 読むのは離陸した2時間後 指示通りに動けば、うちの人間が新エリートから逃がしてあげる おい!私が法廷で着るスーツだが… スーツケースは届いてるか? ここにある よしよし、それはよくぜ だるまのおっさん! あんたはもうすぐ完全に終わるのよ この後に及んで、どうしてまだ威張ってられるわけ? 終わる? ふっふっふっふっふっ… 若者よ、お前はこの歳の恐ろしさをまだ知らないようだな ふっ…首洗って待ってなさい 何をたくらんでるのか知らないけど、法廷じゃ容赦しないんだから おお、ヤバー! よかった、やっと来たわね ううう…疲れた… あんなに走ったのに、なんでビリーはちっともバテてないの? ふっふっふっふ… こないだ呼吸モジュールを新調した時、無酸素モードを追加したんだ 運動エネルギー効率がダンチだぞ あれ? いや、ヤバー! 吸気モードに戻らねえぞ! だから、得体の知れないB級品には手を出さないほうがいいって言ったんだぞ 茶番はそこまでよ そもそも機械人に呼吸っているわけ? 専用機の中は狭いんだし、どうせ二酸化炭素まみりになるわよ ん? どうしたのよ、アンビ?何か心配事でもあるの? パイトーンをあのまま見ず知らずの集団に預けて… よかったのかしら? 猫股の知り合いがいるんでしょ? バレーツインズだって、ご主人様とやらの所有物って話だし、大丈夫よきっと そうじゃなくて、プロ騎士先生が私たちと一流チームの差を痛感しちゃったら、二度と依頼をしてくれなくなるかも… アンビ言ったら…なーに、弱気なこと言っちゃってるのかしら? 私たちジャトヤだってね、超のつく一流なのよ! それに、ポットデのやつにパイトーンを奪えるほど、私たちの絆はヤバじゃないんだから… ノー精… 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 ノーチーム Mother conspiracy? смартфон не хватит пускай пишутся симптомы на все самое в порядке не волнуйся я просто поняла что мы так давно знакомы это иногда мы не ругаемся но все все равно приятно с тобой работать николь у тебя что-то на уме николь у меня такое чувство что ты опять и манибуляции начинаешь ты переволновался из этой поездки что ли смысле уже нельзя четверг поблагодарить да она забить посознаю я вам очень благодарна когда вернемся я вас отблагодарю вот это да николь написал в личке что-то вроде спасибо странно с чего бы это она это поздравительно это все солнце нашло на запахе спорте у них это не вернуться очень сделка я скринет газ ее сообщение на случай если она заднюю включит у вас мы только что получили для сообщения виктория не готовы виды выдвигаться так что мы вернемся перед сам болит кажется это не то что она не могла это тоже вверх в ритме танцы окей я закорен не умею играть наверное надо было забыть заменить ее хотя ладно а Я так полагаю, Их работа состоит в том, чтобы очистить эти башни-близнецы, да? Для того, чтобы уменьшить активность каверны, Чтобы блинецы снова стали доступными обычным людям. Представленная агентством Виктория рукописная схема блинецов-балет с маршрутом к крышке башни Б. Перевернувшийся корень, вы понимаете, нарисовал схему лика он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, на этот раз у нас хотя бы ирина не видится отодвигать назад, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я предпочли вернулся с аджатом, посмотрите, что мы могли упустить. Иди сюда. 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 Подозрительно все это. Иди сюда. Я так понимаю, фонарик нас отобрали, да? Иди сюда. 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 это поздравишь лучше будет их лучше пушки так так да так 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 Продолжение следует... 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 Ну, давайте осмотримся. Это непонятная лампа, но и ладно. Где-то есть последние данные, но что-то я их не вижу, по крайней мере рядом. Не, может быть, они не включаются, если весь свет включить появляется. Но это будет странно. Не, ну давайте тогда включим весь свет. Да, спрашиваю, зачем я его включил. Ну, ничего не изменилось. Продолжение следует... нажимая называется нажал на эту кнопку точнее не зажал ну тогда не знаю где она я вижу уже как я это я и и и и только дай мне не пришли вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, это не хватит Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да... Небольшой облом. Я скажу, что проверю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, мог подумать, что из-за отключения электричества мы не сможем пройти через высотную галерею. Интересно, почему здание вдруг улучшили свет? Здание плату отрубили, что ли? В общем, увидев, что случилось с тобой и Викторией, я решил тоже заплатить за электричество за прошлый месяц. Стоит ли сказать бизнесам полетно спасибо? Виктория работает профессионалой, и рассчитывает о собственности их нанимателя, что они тоже найдут какие-то подсказки. Фея получила много данных о КВР, в которых стоит задание. Сейчас она анализирует данные. Возможно, они нам пригодятся. Вась, тебе нужно отдохнуть. Ну? Ну, судя по всему, сейчас еще день, но ладно. Просто обычным вечером здесь нету посетителей. Нужно добраться сил. Ну, почему бы не вздремнуть, пока из Виктории не спозвонят? Велик длинно в голове, не переставая крутиться мысли о близцах блед и рейн. Что, Вась, не спится? Так я и думал, что ты все еще не спишь. Во всем доме слышно, как ты ворочаешься. У нас и правда такая плохая звукоизоляция. А кто предложил выбрать самое дешевое перекрытие? Оно и понятно. Мы ведь готовились не надолго уйти. Расслабься, Вась. Пусть о близнецах блед подойдется Виктория. Они лучшие агенты из тех, с кем мы работали. А тебе не нужно отдохнуть. Из-за того, что у нас слишком много новых данных о здании, HDD иногда зависает, когда фея запускает анализ. Я кое-что поправлю в настройках. Кстати, я добавил новые кассеты на полки. Позже можешь посмотреть, если интересно. А теперь пора закладывать глаза и спать. После разговора с тобой не стало лучше. Вот и хорошо. Пойду вниз. Спокойной ночи. Теперь мне гораздо спокойнее. Пора отдохнуть. Сколько всего нового? Есть еще новость, которую надо было прочесть раньше. Семинар службы... Семинар Собес прошел спречно. Зал был полный. Несколько дней назад Собес района Януса провел семинар по безопасности в конверенц-дале своего участка на площади Люмены. Семинар вызвал живой интерес общественности. Инспекторы Собес, Брингер и Барен ответили на вопросы журналистов и граждан. Кроме того, они поделились своим мнением о недавних событиях, а также об отношениях и борьбе с катастрофами, связанными с коверными. А разве не говорили, что инспектор Брингер будет давать интервью вместе с сотрудниками Собеса, отличающими за мероприятие? Был там вчера? Народу было, правда, много. Не думал, что инспектор Брингер так популярен. Вообще, ну, так все прошло. Говорят, многие пришли чисто как фаундгруппа той Собесовки, которая все организовала. Но не появилось срочное здание, и я нашел с напарницей. Ну, так нормально Собесовцы и должны поступать. Работать на первом месте, а интервью подождет. Спасибо неизвестным героям. Надежные источники сообщают о крупных происшествиях, случившихся недавно. Какие-то бандиты проникли в машину Собеса, в следующую по утвержденному маршруту в коверне, и украли перевозящиеся в ней движдоки. Внешние два сотрудника на Собеса смогли вычлезть воров и вернуть их к раненому с помощью велик по другому делу. Эээ, чё? Ммм? Предполагается, что вишдоки изъятого монумента в коверне недалеко от старой столицы имеют отношение к серьезному преступлению, поэтому они были переданы в кулак. Может, эти бандиты преподавали в машину Собеса с парни груздиком какой-то корпорации? Они ведь одинаковые, рассчитывали поживиться чем-то ценным и получили ненужные имя вишдоки, совершив при этом серьезное преступление. Разве маршруты машины Собеса не держатся в тайне? Странно это все. Кулак фактически завладел вишдоками в вход Собеса. Теперь конфликт между ними неизбежен. Это буквально была операция внутри двух организаций. Говорят, Собес сам передал вишдоки в кулак для изучения, хотя обычно они не сотрудничают. Как по мне, Собес просто вспыхнул на них это дело. Скоро начнется рассмотрение дела по отряде корпорации Вижн Носнос. Судебные органы Нью-Эриду объявили о том, что скоро начнется переслушивание по нашим делу по отряде корпорации Вижн Носнос. За день до начала судебного заседания все ученики дела, включая защиту Пермана и юрист-консультанта, агентство адекватных поручений и хитрых зайцев. В соответствии с правильными сядут на специальные держабли, чтобы прибыть в Верховный суд. Сообщается, что дело будет проходить в формате публичных слушаний. При этом 300 мест будут доступны для регистрации всем усовершеннолетним жителям Нью-Эриду. В общем, медиа-компании, включая Риду ТВ, выразили заинтересованность в проведении приемных трансляций судебных заседаний. Я не буду за счетов, кем-то. Слишком можно считать. Сколько можно ремонтировать дорогу на 6-й улице? Я даже не помню, когда этот ремонт начался. Может, бригада про нас забыла? Как же бесит каждый раз идти в обход? Ну и что больше бесит люди, которые забивают над запрещающиеся знаки и пруд на пролом? Пусть им кудру на подошву налипнет. Какой вкус у лимитированного дня основания от красного оборона? Прошли слухи, что в день основания можно выиграть приз, надо только сыграть банки. Мы целый ящик запасли. Тут написано. Лимитированная серия. День основания. Но что за вкус, непонятно. Ни салмевая колотка, ни сылой банки. Что-то соленое, вот и все. Составят только за мной слова, а вкус не указан. Как думать, это может быть вкус... ...справительного мусора? Вкус правительства только в день праздника? Это как? Интересно. Изменение активности каверония Лемнас. День справки сказал, что сегодня активность каверония Лемнас резко упала. Прокси, для нас есть работа. Интересно. Так я ничего не понимаю в современном искусстве. Были недавно на выставке, после гибели старой столицы и заражения из кавермы, мне сразу захотел облизать балет. Так что исследователям удалось возить несколько экспонатов. Посмотрели мы на это, и... Неужели ради такого искусства стоило рассказать жизни? Больше всего мне не понравились работы «И сводим в банбу» и «Братья балет на спине фериала». Как по мне, так это пародия на шедевры. А еще попытка привязаться к владельцам блинцов балет. Художника зовут Кинстон Бёрд. Говорят, академической жизни он не учился, а только копировал чужие работы. Видимо, публика сейчас хавается. Интересно, что это за гилберт такой? Может, будет будущим персонажем? И переходить на рейдерскую курсию «Близнецы балет». Все знают башню «Близнецы балет» — одно из самых известных мест в Нью-Эриду, пользующихся дурной славой. До гибели старой столицы там был оживленный бизнес-центр. Однако после гибели столицы «Балет-групп» понесла огромные потери и обанкротилась. Здания, которые прежде были символом взлета и падения корпораций против «Балет», попали в каверну и оказались заражены эфиром. Мне каверна осталась слишком маленькая область. Возле признали здания опасными и граничили к ним доступ. Но это так даже интересно, правда? Я прокси-ветеран с 10-летним стажем. Прилагаю дневные экскурсии в башню «Близнецы балет». Все будет честно и надежно. Выживаемость экскурсантов 100%. Цены доступны. Если заинтересовались, пишите в личные сообщения. Это может быть полезно. Возле кровати глаза слышно, как Биль сидит по клавиатуре. Биль так энергично пьет по клавиатуре, как будто играет музыку. Этот звук успокаивает. Стоит выставка следует и сразу чувствует бодрость. Интересно, как продвигается расследование Виктории по поводу отключения электричества в башне в листцах балет? Нужно всудить с Биль. О, ты вернулся. Расспросите о Близнецах балет. Хочешь узнать, есть ли новости от Виктории? Вообще-то я как раз хотел с тобой поделиться. Звонил мне, как он сказал, что у него уже есть соображение, как справиться с отключением электричества. Раз ты здесь, давай скорее позвоним и узнаем все подробности. Вы звоните ли Кауну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну ладно неплохо давай поскорее отправимся в диспетчерскую генераторную сликоном и всеми остальными кажется путь не близкий тебе лучше подготовиться ладно я думал с нами пойдет хотя бы эллин или корин третьим ну ладно про кси様 以前の調査によると島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます まずは制御室に向かい停電の原因を突き止めましょう それが故障であれ何であれ解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです 次に制御室にとどまり操作を行う側と発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます 制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ この中で敵人がいるとしたらそれはライカンさんですわね 一方の発電室は発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか 力仕事でしたらカリンでもお役に立てるかもしれません 頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと どっちも嫌なんだけど あ、やっぱ発電室 カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね エレン 理由はともあれ 戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ でも、ファンはマイロ tongueをお估えしてくれますか エリンオレ UKの方の完璧都合に取り付けます wシ赤ルレ alte型によりは仕事を行うけど エレンが助けますが エレンは全然、途中に社交互に出帰す エレンは全然 エレンはエレベルの一個 хорошい代わけになっている エレベルは全くどのエ電気互を置く エレベルを起こしないように エレベルを通っていたら weighs cancer ハンバー何も何も可能 Vitalがありますし シェルだこれ県 But ヒカリンも提んが良かったので Управляет. Продолжение следует... 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 Ммм... Продолжение следует... 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 как она решила избивать противников у которых нет тела а с этим бы лучше справилась рин наверное куда зайти я уже был враг обычно враги хорошо а 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 Продолжение следует... 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 ну вроде новых летов не появилось форма резервуара с эфирным топливом соответствует форме энергомодуля догадки были верны сюда нужно поставить нужно просто остановить его сюда . для вас казалось так далеко как будто силы вырвали из оборудование не буду пока думать об этом все уложилось настройка электроэнергию и питание Ну, ладно. Вы связывались с лекалом. Некоторое время спустя. Ага. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Дорогой гость, неожиданно вы не осознаете тяжесть и стойко положение. Подожди, давай договоримся. Она что, покормить пыталась? Дорогой гость, неожиданно выяснилась. 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 Что? Дорогой гость, неожиданно выяснилась. Дорогой гость, неожиданно выяснилась. Дорогой гость, неожиданно выяснилась. Дорогой гость... Продолжение следует... 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 А? А конфеты тут откуда? Курин, ты чего, для меня их купила? Нет, нет. Вообще-то эти конфеты принес тебе господин Прокси. Спасибо за спасение. За спасение? А, ты про тех мобов с трагедницами в Восфорной галерее? Я подумал, что если с ними не разобраться, то будет совсем тяжко. Да ладно, забей. Кстати, конфетки этого нечего так. Вот я хороший вкус, поэтому спасибо. Возьму и ты парочку. Особенно если настроение поганало. Похоже, ты что-то задумал. Вы объясняете ситуацию с Рейн. Значит, вы, подружка, сходили эти вояки? Да, тут по-быстрому не получится. Лишь бы напрягаться сильно не пришлось. А, пофиг. Просто это касается тебя, сейчас я в деле. Я тоже сделаю все, что в моих силах, господин Прокси. Теперь, когда я весна, что с Элен все в порядке, нужно вернуться и подготовиться к операции. Что мне с языком все-таки? Многоуважаемый боец, но ж длинное, времени у вас достаточно. Давайте мы беседуем на час отлом, без всякого стеснения. А я ей все расскажу. Спрашивайте, я все выдам как на духу. Господин Проводник, раз многоуважаемый боец столь любезен, не вам ли стоит стесняться? Расскажи об эфериале из-за высот на Гильяргиеве. Вы про такого эфериала? Когда командир поделал тот девчонку, которую вы вышите, мне заиграла музыка, и тут же появился эфериал. Набугал нас тогда до чертиков. Мы потом заметили, что его привлекает музыка. Несколько раз мы включали какую-нибудь мелодию в дании, чтобы прилечь и гейдет пугнуть пришлых. Генератор на ваших рук дело? Ты прораскидываешь по зданию топливо? Мы специально его убрали, чтобы никто не включил генератор. Не удивительно, что на генераторе столько царапин. С него стеряли оборудование. Какие были ваши последние действия? Мы начали три недели назад. Чтобы разогнать обстановку и облегчить выполнение здания, мы передвижки проходились по зданию и быстро разбираясь на крышу с башни бая. Мы привели в район. Да, хотя боится на него никакой, командир сказал, что она очень важна. Похоже, Рейн отправляла сообщение во время каждого из моходов с ними на крышу. Как вы поймали, Рейн? 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 здесь стоял то есть произошло а фургана может быть местоположение а что у кротов кроликов вот и вайс корин прислал сообщение виктория все готовы двигаться во время этого визита блинцы балет стычки с подстанцами не избежать мы должны быть крайне осторожны множество тайн еще не разгадано да и мне так кажется позже придется ориентироваться на ходу но все равно стоит как следует подготовиться перед отправкой ладно ладно тогда подключаемся к и встретимся с ликоном и всеми остальными каверни мы должны спасти рейн и и Продолжение следует... 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 ничего нельзя поделать я думал при выключен свете он отойдет что-нибудь делать и мы сможем прокрасть за ключом но нет стоит охраняет ключ сволочь надеюсь слишком оцене звук не будет замедляться ну так долго пригружаться это был стал человек ты меня не слышал спасибо так все руки вы нас не видели есть ничего не произошло прежность я Субтитры сделал DimaTorzok 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 Достаточно мощный для чего переводчики ДимаTorzok 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 ДимаTorzok